Это конюк обыкновенный представитель семейства ястребиных. Раненую птицу нашли неравнодушные самарцы и привезли в региональный центр защиты диких животных. Предположительно, конюк получил удар током и ожог конечностей, сев на линии электропередач. Обычно после таких травм птицы не выживают, но нашему герою повезло. На птиц, занесенных в красную книгу, вешают маленькие чипы. По ним отслеживают примерное местоположение и перемещение пернатого. Если на датчике локация долгое время не меняется, специалисты выезжают туда. И, как правило, ничего хорошего их там уже не ждет. В Самаре насчитывается более 300 видов птиц. От миниатюрного крапивника до внушительных размеров дрофы. Все чаще птицы в поисках кормежки подбираются ближе к людям. И такое соседство не всегда идет им на пользу. Хоть есть и те, кто пернатым гостям рад. Я кормил птиц, я веду хиниц, там воробьи подлетали. И в одно прекрасное время прям подлетела птица, такая очень интересная. У нее пушок впереди, вот, рыженькая. Клюв у нее такой сильный. Выяснилась эта птица дубонос. Это редкая птица, и она вообще-то живет в садах. Но я имею в виду, по-видимому, был мороз, и ей нечего было кушать. И она прилетела прям на окно мне. Чаще всего люди могут даже не осознавать, что наносят вред диким животным. В Центр защиты попадают самые разные птицы и звери, каждый со своей историей. Сейчас волонтеры собирают макулатуру. Самарцы могут обратиться в Центр, а зоозащитники сами приедут за старыми газетами. Задумываешься о том, как жаль, что так мало людей занимаются дикими животными и птицами. Истории разные. Кто-то попал из цирка, кто-то из передвижного зоопарка, кто-то был выращен сразу в неволе, находился в квартире. Бывают лесные обитатели к нам, у нас оказываются в Центре на лечение. Наш Центр работает исключительно с такой целью, чтобы помочь животному и вернуть его обратно в природу. По словам зоозащитников, птицы часто травмируются на линиях электропередач. Иногда пернатые могут сгореть заживо, усаживаясь на провода. Они представляют достаточно большую опасность для птиц. Поэтому все крупные компании, насколько я знаю, должны обеспечивать безопасность птиц и оснащать свои линии электропередач так называемыми птицозащитными устройствами. В таком случае птица, присаживаясь на эту лэп или на какой-то столб с проводами, подключенными к току, не получит повреждений, не будет обожжена или убита. Выживший конюк пробудят в Центре спасения как минимум до весны, затем его отпустят на волю. Тем временем зоозащитники совместно с региональным министерством лесного хозяйства выехали на место, где нашли птицу, и обнаружили линии электропередач без необходимых защитных устройств. Правонарушитель должен будет заплатить штраф до 15 тысяч рублей, поскольку нарушаются сразу две статьи Административного кодекса Российской Федерации. Чтобы внедрить этот закон, зоозащитники бились не один год. Но, к сожалению, за таких прецедентов, как с нашим пернатым героем, мы наблюдаем удручающую картину. Не все осознают ответственность перед природой и законом, но в конце каждый получает по заслугам. Виновным хотят они того или нет. Придется расплатиться, а птица, уверяют эксперты, сможет расправить скрылья и вновь воспарить небеса. Мария Левина, Константин Головин. События.